Приветствую, друзья! Это IT News. Новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов. Поехали! Начнем с новостей зеленых технологий. Шведская автокомпания Volvo тестирует грузовики на водороде с запасом хода тысячи километров. При работе таких авто конечный продукт сгорания – это водяной пар. И это, конечно же, главное преимущество перед классическими двигателями внутреннего сгорания. Второй не столь очевидный плюс – это то, что водородное топливо лучше подходит для работы магистральных тягачей, поскольку обеспечивает более продолжительные пробеги между заправками и позволяет быстрее восполнять запас хода и не вынуждает таскать внушительный балласт в виде тяжелых тяговых аккумуляторов. В случае с прототипами Volvo полный бак можно восполнить всего за 15 минут. Кроме того, во многих странах энергетическая инфраструктура просто не готова к внушительным нагрузкам, которые на нее окажут станции экспресс-зарядки аккумуляторных грузовиков. Правда, шведский производитель при этом умалчивает, что добыча, хранение и транспортировка водородного топлива при этом весьма дорогое удовольствие, а доля так называемого «зеленого водорода», при извлечении которого используются только возобновляемые источники энергии, ничтожно мала. По этой причине рассуждать о коммерческой эксплуатации такого транспорта Volvo предпочитает в привязке ко второй половине этого десятилетия. Но до этого момента ряд клиентов компании смогут принять участие в тестировании водородных грузовиков собственными силами. Продолжим. Космический телескоп Хаббл запечатлел около 5000 далеких древних галактик разной формы и размера, светящихся в инфракрасном свете. Возраст самых старых составляет около 13 миллиардов лет, и они немногим младше Большого взрыва. Рассматривая эти галактики в ультрафиолетовом свете, ученые могут узнать, какие химические элементы присутствуют внутри них. Эта информация играет важнейшую роль для понимания процесса формирования и эволюции галактик. Проблема этого способа исследования Вселенной в том, что ультрафиолетовый свет от самых древних галактик рассеивается до того, как достигнет научных инструментов, имеющихся в распоряжении астрономов. Но у ученых есть возможность исследования более молодых галактик, возраст которых около 11 миллиардов лет. Именно так поступили эксперты, использовавшие телескоп Хаббл, для создания изображения группы очень старых галактик. Представленное изображение — это часть недавнего исследования, где телескоп Хаббл за 10 дней запечатлел около 140 тысяч галактик. Ученые ожидают, что работа в этом направлении позволит заглянуть в эпоху ранней Вселенной, которая известна как реионизация. Ну и напоследок новости крипторынка. Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о намерении продолжать продвигать криптовалюту Dogecoin. Он написал об этом в своем твиттере, и после публикации цена мем криптовалюты в моменте выросла почти на 20% даже на фоне падающего рынка. Миллиардер и раньше неоднократно провоцировал активацию пользователей. После его твитов вложения в Dogecoin резко возрастали, что приводило к росту стоимости токена. В мае 2021 года Маск заявил, что хочет участвовать в развитии Dogecoin и призвал подписчиков делиться советами. Но не все верят в добрые намерения бизнесмена. Ранее стало известно, что один американский инвестор, вложившийся в Dogecoin и потерявший деньги, подал на Маска в суд. Он считает, что миллиардер создал и продвигал финансовую пирамиду, наживаясь на колебаниях криптовалютных курсов. Ранее в этом году было объявлено, что Dogecoin будет использоваться в качестве платежного средства для покупки некоторых частей Тесла. Субтитры создавал DimaTorzok